Развивать туристический потенциал Верхней Волжья – одна из главных задач, которую поставил перед главами муниципалитетов в этом году губернатор Игорь Руденя. Известная всем Тверская земля обладает богатым историческим наследием. Чтобы сохранить память о важных событиях прошлых лет в Канаковском районе, в храмовом комплексе Заведова, открылся музей Государева дорога. В Заведовском храмовом комплексе три музея. В верхней части колокольни – музей-усадьба XIX-XX веков. Предназначены для паломников, желающих трапезничать в интерьере русской избы. Здесь же проводятся традиционные рождественские встречи, на которые съезжаются дети с разных концов Тверской земли. На территории сельского прихода находится резиденция президента России Русь, поэтому глава нашего государства бывает на службе в храме. Что же касается открытия музея Государева дорога, готовились к нему больше года. За это время удалось собрать огромное количество удивительных экспонатов. Аптеки в России появились только в конце XVI века. И появились они только в Москве. И обслуживали только в Кремле. И обслуживали только царскую семью. Естественно, все бутылочки были или из шлифованного хрусталя, или серебряные. В тестовом режиме музей принимает туристов с февраля. Гости, побывавшие здесь, ставят его в один ряд с историческим музеем и эрмитажем. Стоит отметить, что большая часть предметов, примерно 80% – это экспонаты из личной коллекции. Настоятели Успенского прихода прятерея Валерия Ильина. Начинание Конаковского благочинного благословил сам патриарх, освещая в 2004 году храмовый комплекс. Интересная подача исторических фактов о Тверской земле и музыкальное сопровождение – все это было на протяжении часа в Государевой дороге. «Куда больше спешить, мне некого больше любить, и мщик не гонит лошадей». На важное культурное событие приехали и почетные гости. В их числе известный кинорежиссер Светлана Дружинина. Ее супруг – не менее известный кинооператор Анатолий Мукасей. Представленный реквизит из сериала «Тайна дворцовых переворотов» стал одним из ценных экспонатов нового музея. Кроме того, в ходе беседы с журналистами и гостями мероприятия Светлана Дружинина рассказала, что в скором времени приступит к работе над четвертыми гардемаринами. Съемки пройдут в Завидово. Ведь здесь удивительное место. Я могу сказать совершенно искренне, откровенно о своем восторге, восхищении и уважении всем тем, кто этот музей сделал. Я очень много езжу по России, очень много посещаю всяких и монастырей, которые и женские, и мужские, и храмовые комплексы. Я нигде никогда не видела, чтобы был такой объемный музей с такой огромной информацией. Это какие-то подвижники. Вот отец Петр и матушка Елена, и с помощью отца Валерия. Потому что это, как раз я все время говорю, это как раз идет разговор о истине. И они еще потом и расширят эту форму. Об истинной истории России, которая у нас в последние годы очень трансформировалась и очень дискредитирована была. О нашем народе. О том, чтобы сделать вот эти все дороги, и чтобы вот так все затем содержать, сохранить это трудолюбие и талант. И говорить о лене и нечистопростости даже смешно. Это даже не грешно, это просто вызывает смех. И, конечно же, о том, что православная христианская вера, она делает это все единым целым. Без веры, без православного христианства, нашего православного христианства, христианской веры, мы все развалимся. На выставочных стеллажах можно найти работы конаковских фаянсовых мастеров. Так, например, статуэтки, вазы, тарелки, чашки различной формы и размера. А пройдя немного дальше среди домашней утвари, можно разглядеть и путеводитель по Конаково. Что же касается изюминки этого музея, то ей является гранд-макет железной дороги. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Как обещают настоятели храмового комплекса, очень скоро здесь появится настоящая русская изба с печью.